Мир вам, братья и сестры! По милости Господней, Бог продлил нам жизнь, и в это воскресное утро мы можем быть в Доме Его. Давайте перед началом служения помолимся, попросим благословения. Отец наш Небесный, мы сердечно, от всей души благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, ибо Ты достоин этой славы. Прежде всего, Господи, благодарим Тебя за спасение в Сыне Твоем. Благодарим Тебя, что Ты отдал самое дорогое, чтобы сделать нас детьми своими, чтобы приблизить нас к Себе, чтобы мы могли, Господи, быть с Тобою в вечности. Благодарим Тебя, Господь, поклоняемся, славим Тебя. Очень благодарность Тебе, Господь, большая, что Ты благословил всю прошедшую неделю, и в это воскресное утро, по милости Твоей, мы можем быть в Доме Твоем. Благодарность Тебе, Господь, что Ты любишь и благословляешь нас всеми Твоими благословениями. Я очень прошу Тебя, Господь, мы всей Церковью предстоим пред лицом Твоим и нуждаемся в Твоем благословении. Благослови это служение. Благослови, Господь, слово, которое будет сегодня читаться, говориться. Исполни, братьев, духом Твоим святым. Благослови каждое наше сердце, Господи. Хотелось бы, чтобы мы не зря ходили в Дом Твой, но чтобы наши сердца были готовы услышать Слово Твое. Приготовь нас, очисти, Господь, что неугодное, прости, удали все, что не славит Тебя, Господь. И очень просим Тебя, благослови, чтобы сегодняшнее служение было во славу имени Твоего и в благословение наших сердец. Мы просим Тебя, Господи, благослови тех, кто еще вдали от Тебя. Касайся таковых сердец и благослови, чтобы они могли примириться с Тобою и стать детьми Твоими. Благослови всех, кого нет сегодня с нами, Господи. Мы просим Тебя, особенно за тех, кто находится в болезнях, в тяжелых переживаниях жизни, посети таковых, утеши, ободри. Пошли свою милость, Господи. Мы очень просим Тебя, чтобы все это служение было во славу имени Твоего. Услышь наши молитвы во имя Иисуса Христа. Аминь. Услышь наши молитвы во имя Иисуса Христа. Утром ты благослови. Стоя по стереям Твоего тебе на му, за благослови тех, кто хочет, Субтитры подогнали Симон. 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 И вот так вот я полностью согласен. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Иисусу так сильно нужно было молиться. Субтитры подогнали Симон. 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 Он научил нас молиться. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 выпала им, знала сердце ее, что вернутся домой на рассвете. Иегове Ире, так назвал место Туаврам, Бог усмотрит, он верил, и вера его победила. Мать бежала навстречу пришельцам с горы Мария и упала к ногам их, объятия родные, без силы. Аминь. Сердце в скорби, не плачь, не печалься, и не падай в тяжелой борьбе. В тишине ты Христу доверяйся, Он услышит, поможет тебе. В тишине ты Христу доверяйся, Он услышит, поможет тебе. В этом мире и грустно, и скорбно, воет буря, и тучи плывут. Но запомни, бороться недолго, В небе радость и счастье нас ждут. Путь твой черные тучи покрыли, Чтоб в любви весь огонь угасал. Вспомни только, что радость и силы Для тебя есть в святых небесах. В этом мире и грустно, и скорбно, Воет буря, и тучи плывут. Но запомни, бороться недолго, В небе радость и счастье нас ждут. Не забудь твой спаситель с тобою, Никогда не покинет и ждет. И в очизну небес он к покою От страданий слез приведет. В этом мире и грустно, и скорбно, Воет буря, и тучи плывут. Но запомни, бороться недолго, В небе радость и счастье нас ждут. В этом мире и грустно, и скорбно, Воет буря, и тучи плывут. Но запомни, бороться недолго, В небе радость и счастье нас ждут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приветствую вас! Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас! Действительно в ней очень приятно вас видеть я хочу вам сказать большое спасибо потому что то, что у меня было и что стало я это на себе пережил в январе месяце в конце в январе у меня была парализация левой стороны, я не мог говорить, ну и другие вещи. И когда звонили некоторые из вас, чтобы узнать о состоянии здоровья, я не мог отвечать, я не брал телефон. Поэтому вы простите, если вы звонили, я не ответил. Для меня было очень удивительно, что эта информация мигом облетела не только Америку, но и некоторые страны, где мне приходилось работать. Испания, Греция, Казахстан, Украина и другие места. Сейчас это очень легко. И я слышал о том, что многие молились об этом. И было очень приятно. Я пережил такой момент, хочу вам сказать. Вот когда это случилось, и я попал в госпиталь, 6 дней там был. И вот, наверное, в конце второго дня я так набрался немножко силы, потихоньку придерживаясь, зашел в туалетную комнату в палате и посмотрел на себя в зеркало. Вот сейчас думаю, вообще зачем зеркала в палатах ставят, не знаете? Я как глянул туда, в зеркало, и я не узнал себя. И такое отчаяние охватило, такое вроде ощущение внутри мысль. Все кончено. Все закончилось. Знаете, как-то внутри так больно-больно стало. Неужели все? Я вообще люблю такой активный образ жизни. Ну, я потихонечку повернулся, вернулся на кровать, лег. Ну, вы знаете, что в больнице спать не дают. Так же это? И вот там то одно, то другое, то третье. Тем не менее, я спал. Но когда вот лег на кровать, я так молился Богу, как-то особенно так. А когда ночь прошла, и утром я проснулся, первое, что я почувствовал, это внутри такой покой, такой мир, ну, просто ощутимый. Я для себя считаю, что это начало моего выздоровления. Господь дал милость. Потом несколько месяцев все у меня возвращалось. Вот. И те, кто меня в палате посетили, я так не хотел. Я никого не приглашал. И потом, когда я уже вышел первый раз в церкви, жена помогла, они на меня глянули, говорят, ну, смотри, ты так выглядишь, даже симпатично. Потому что видели, как у меня все это было. Вот. И Господь вернул. Правда, мне сказали врачи, потому что еще раз повторилось, сказали, месяцев 6-8 надо лечиться. И вот у меня сейчас период, церковь отпустила меня на лечение. Я лечусь. Первый период лечения прошел в вашем лагере неделю. Так что, очень приятно, спасибо, все хорошо. Ну, а теперь я хочу вам оставить место из Писания и немножечко порассуждать вместе с вами. Иван говорит Матфея, 5 глава, 13 стих. Это очень знакомое место, которое я знаю от юности, а вы тоже помните. Итак, от Матфея, у вас не показывают ничего. Итак, от Матфея, 5 глава, 13 стих. Я читаю. Вы, соль земли. Помните об этом, да? Итак, вы, соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Кто из вас соль любит? Ну-ка, поднимите руку. Я тоже люблю. Вы тоже любите, да? Наверное, всегда добавляете немножечко, да? Я тоже иногда добавляю. Ну, вот как-то я был в Алма-Ате, и вы знаете, там соль оказалась другой. Мы там лагеря проводили. И я на всякий случай взял из Алматы и привез соли, горсточку. Я не знаю, как там на таможне проверяли, что думали, но я вез соль домой. Она немножечко крупнее и по-настоящему соленая. И еще одну вещь я вез, это кусочек хозяйственного мыла. Помните, когда оно пахнет, нет? Чего улыбаетесь? Вы помните, да? Вот, вы его растирали там, да? Вот. У нас семья была большая, поэтому я помню постоянно вот этот запах. Он почему-то, когда я его понюхал, вызвал такую, ну, не ностальгию, а добрые воспоминания, я думаю, я жене привезу. И я ей привез кусочек мыла. Она на меня так удивленно смотрела. Но дело не в мыле, дело в соли. Братья и сестры, соль. Теперь я вас хочу спросить. Я не так давно это узнал, справку такую, источники такие, о том, что вот нас окружают такие океаны, водоемы, они практически все наполнены солью. Вот я прочитал о том, что Тихий океан, если взять тонну соли и выпадить ее на огне, как вы думаете, сколько килограмм будет соли чистой? Я тоже не знал, поэтому тут ничего удивительного нет. 35 килограмм. 35 килограмм соли из тонны воды Тихого океана. Ну, а может быть, кто-то помнит из Атлантического океана, если взять тонну воды и выпарить. Сколько не знаете? Кто больше? Ладно, тоже, я тоже не знал. Тут ничего особенного нет. 37 килограмм. Чуть побольше. Но теперь последний вопрос. Вы в Израиле бываете. Вот брат Виктор в Израиле был недавно. А если из Мертвого моря взять тонну соли, из Мертвого моря, сколько там килограмм получится? Ты недавно был? А это тонна получится. А нет, спасибо, 225 килограмм. Значит, тонну воды, если взять из Мертвого моря и выпарить, то будет 225 килограмм. Зачем я это все говорю? Оно нам не надо. Но вы знаете, вот я смотрю по жизни, как мы с вами меняемся. И такой внутренний вопрос стал. Христос говорит, Господь говорит, вы, вот вы, возлюбленные мои, вы же соль здесь, в мире. Потому что в этом крайняя нужда у людей, чтобы была настоящая соль Нового Завета, чистое, хорошее христианство. И у меня такой вопрос возникает. А сколько вот в нас, в вас, сколько процентов соли? Ну-ка, кто скажет, сколько процентов соли? Все замолчали. Не знаете, может быть, мужа спросить? Может быть, жену спросить? И даже не это важно. Важно то, что когда Божий глаз на нас обратит внимание, Он ищет в нас соль Нового Завета, соль новой жизни во Христе. Вот сколько ее там, какой процент? Потому что мы любим все настоящие христиан, хотим походить на Иисуса Христа. А у самих иногда бывает очень мало соли. И вот когда я так вот смотрел некоторые места Нового Завета и Ветхого Завета, я обратил внимание, что вообще соль издавна использовалась. Издавна. И даже я так вычитал о том, что раньше, когда не было средств, устойчивых денег, то рассчитывали, чем думаете? Солью. Это была такая незаменимая вещь. И потом какую-то фразу, которую люди говорили, я тоже услышал объяснение. Не солоно хлебавши. Помните, что это такое? Знаете что, нет? Не помните, да? Можно я вам скажу? Хорошо. Не солоно хлебавши, это значит, если я пришел в дом к другу моему, а он меня не уважает, он мне даст покушать, но без соли. И я пошел не солоно хлебавши. А если он меня любит, он ставит соль и говорит, брат, бери сколько хочешь. Но не в этом дело. Дело в том, что Господь использует нас, как добрую соль, ну и в семье, и там, где мы с вами находимся, и даже в городах. А вот Левит, вторая глава, там написано, интересно, тринадцатый стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Вот когда специально не занимался этой темой, даже не знал. Оказывается, при жертвоприношении всегда священник использовал соль. Я потом нашел Атлас, и там другие вещи христианские, и там нашел перечень всех предметов, которые использовались при жертвоприношении, и солонка стоит там. Ни в одном христианском фильме я не видел, чтобы показывали соль. А вот представьте, заклали, о, на все приготовили, и потом священник берет этот хлакон и солью осоляет его. Потому что так Господь сказал, что всякая жертва должна быть осоляема. Чем? Солью. Это необходимая вещь. И вот так вот в жизни нашей бывает о том, что Господь, заботясь о нас с вами, Он говорит, вы же соль. Ну, будьте же настоящей, чтобы мы не были такими бессильными на попрани, чтобы быть выброшенными. А вот еще интересно, я так узнавал, сколько вообще можно без соли прожить. Как думаете, сколько вообще мужчин, между прочим, сильнее переносят отсутствие соли? Сколько, думаете, примерно месяцев без соли можно прожить? Вот вы молодые сидите, сколько вы без соли жили, не помните? Сколько примерно? И вы тоже не жили? Ну, говорят, что до четырех месяцев. А потом в организме начинается такой болезненный процесс. Я это вспоминаю, потому что, братья и сестры, не бывает, не бывает бесследным отсутствие соли настоящей христианской в сердце человека. Не бывает. Он портится. И семья портится. Итак, соль завета мы с вами читали. Вот я вспомнил, какой у меня брат женился. Младший мой брат, его уже нет. Молодой был такой. И вот он полюбил девушку, комсомолку, которая в мире. На собраниях ходил, но членом церкви не был. И сообщили о том, что будет брак. Я на самолет прилетел домой, в Алма-Ату. И вот подъезжает машина, красивая машина, вся украшенная. Помните, как вы женились? И выходит невеста, но вся она белоснежная. Мой брат выходит, такой красивый, молодой. Заходят они, взявшись за руки во двор. А папа приготовил большую Библию, такую, знаете, с иллюстрациями. И навстречу идет, и мама, мама же от счастья плачет так. Ну, наконец, вот, чтобы с Библией помолились молодые о благословении. Это же как хорошо, когда согласились. Папа подходит с Библией. И говорит, ну, дети, встаньте на колени, я вас благословлю. Ну, и мой брат наклоняется, значит, ну, как послушный. А невеста его под рукой держит. Так не дает ему. И он попытался, не получается, и встал. И, знаете, папа так расстроился, что такой дух непокорный. Открыл Библию, прочитал, помолились, и я стою, наблюдаю. Как интересно первые шаги в жизни. Ну, и потом собираемся, едем в дом невесты на другую сторону города. И вот машины, туда приезжаем, у входа все собираемся, заходим в калитку, и во двор идем уже вместе. Они снова впереди. А там на крыльце стоит папа ее и мама. Папа стоит, мама или папа ее, с таким рушником. У папы такой хлеб, крупный такой, а у мамы салоночка. У вас на браке салоночка была, нет? Значит, все правильно. И вот они стоят на крыльце, но почему-то папу ветер колышет. Может быть, дом высоко, не знаю. И вот они спускаются оттуда оба с хлебом, с солью. Наши молодые, я за ними сразу, подходят к тому папе, а он несет хлеб, и вдруг как? Крикнет. Глянь! Мне неудобно говорить, потому что он для смелости сделал все необходимое. И вдруг невеста прямо сразу падает, а он неудивленно, вроде, ты же там не падала. Кого там? Она уже на земле падает, и он, ну, куда и он. И когда он на землю встал, тогда второе папу булкой как даст по голове ему? Ну, чтобы он уже основательно на землю встал. И солью. Брата больше нету. Он умер очень рано. Вот, знаете, я так смотрю, кто как благословляет. Двое деточек остались, его больше нет. И вот люди пытаются соль взять как что-то, может быть, освещающее или, ну, соединяющее, как завет у Бога. Но когда нет послушания в сердце Богу, не получается склеивание. Соль не дает этого. Ну, обычная соль. Нужно, чтобы Божья любовь изливалась в сердца, которое соединит. Тогда эта семья осолана солью Нового Завета. Тогда она крепкая и сильная семья. Знаете, очень важно, потому что если семья такая вот осолена Новым Заветом, то она, там дети совсем другие, там жизнь другая. Это крепкая семья. Она охраняема. Она освещается Божьей благодатью. Соль Нового Завета истина должна быть в каждой семье. Вот еще одна вещь. Это Езекииль. Я тоже прочитал. 16 глава 4 стих. Здесь написано. При рождении твоем в день, когда ты родилась, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не была повита. Ну, дома почитайте такой интересный стих. Основную мысль оттуда беру. Вот, когда рождается малыш, раньше его в соли обмывали. Ребята, ребятки, ну-ка на меня посмотрите. Кого из вас в соли помыли, когда вы родились, не помните? Не помните? Не помните? А кого из взрослых, если вы помните, вас обмывали в соли, чтобы вы не болели? не помните? Я когда почитал, и вот главная мысль отсюда, что я беру, зачем тогда, когда медицина была не на высоком уровне, зачем соляным раствором обмывали родившегося младенца? Скажите, зачем? чтобы не болел? Чтобы не болел? Я думаю, ну какая мысль для нас? А это значит, когда в церкви у нас дети есть, чтобы создать условия, атмосферу для их здоровья духовного, чтобы они здесь ощущали себя нужными, чтобы почувствовали здесь любовь, чтобы мои детки и ваши детки бежали на собрание, ведь некоторые не хотят, упираются, и папа не знает, что делать, то ли ремень, то ли пряник. Я помню, в нашу церковь приехала семья, женщина с мальчиком лет 11, и вот когда они первый раз пришли на собрание, кто-то привел из верующих, я так на них смотрю, ну, женщина сама по себе первый раз на собрание, поэтому она все на себя одела и все краски использовала, потому что не знала, куда идет, ее сразу видно, сразу она сидит здесь, рядом с ней сынишка сидит, и вот думаю, я пусть в собрание подойду познакомиться, подошел с ними, познакомился, ну, ему руку протягиваю, говорю, сэр, как тебя зовут? Алеша, ну, первый раз на собрании, и вот я думаю, ну, как бы оказать внимание ему, чтобы этот мальчонка, который оказался на собрании, заметил, что он был здесь, как скажем, не лишний, что он нужен, я говорю, Леша, ну-ка, давай отойдем, я с тобой поговорю, отошли, я говорю, Алеша, где ты живешь? Он говорит, ну, в ренте, в доме, в бассейне давно купался? Ой, говорит, не помню, а хочешь, я тебя к себе возьму, у нас бассейн есть, и мы поплаваем, покупаем, он говорит, хочу, я говорю, ну, это надо отработать, он говорит, а как? Я говорю, нужно выучить 22-й псалом, он говорит, ты что это такое? Ну, человек приехал из России, я говорю, мы тебе дадим, напишем, но ты должен будешь выучить и в церкви рассказать, он так подумал, ну, ладно, отрабатывать надо, я на следующее утро его забираю, я там приехал в бассейн, вы знаете, часа 4, я только его слушал, купались вместе, у него, оказывается, нет среды, где он бы рассказал, некому послушать, ну, папы нет у него, там трагедия семейная, и вот я его слушал, все, и когда закончили, все, я его отвез домой, все, проходит неделя собрания, значит, воскресенье, я сажусь там впереди, а он там, и вот я на него смотрю, и вот так знак делаю головой, что это значит? А? Выучил? А он сразу поднял, и так, все понятно, ну, я при собрании подхожу, он говорит, ну, не выучил, я говорю, подождем еще раз, в бассейн-то хочешь? Вы же мне простите, да? Вот, ну, и вот, на следующее воскресенье, он сидит там, я опять на него, и так, он, и что вы думаете, выходит сюда, и как прочитал 22-й Псалом, Матфей, можешь прочитать 22-й Псалом? Видишь, как, Денис, где он там, я его видел, Денис, может прочитать 22-й Псалом? Такой Денис. Вы знаете, вот 22-й Псалом, когда он вышел вперед, у него чистая русская речь, и он как прочитал, вся церковь так удивленно смотрит, ну, семья там совсем недавно из России, неверующая, а мальчик стих читает. Братья и сестры, я уверен, и вы, наверное, согласитесь, до смерти он запомнит этот Псалом. Но как достигнуть? Может быть, так или иначе. Я вспоминаю, когда я был избран на пасторское служение, призвительское, церковь большая, и думаю, ну, как мне детей запомнить? Вот как мы говорим, осолять детей. И я стал, когда посещаю семью, фотографию просить семьи. Беру там и подписываю. Коля, Валя, Петя, Саша там хоть как. А потом смотрю, Валя, по-моему, да. Ага, вот Матфей, да, похож, Матфей. И вот так вот за год я сделал 207 посещений, чтобы узнать всех. И вот когда у нас были детские собрания, дети сидят все впереди, я говорю проповедь им. И я обращаюсь к ним и спрашиваю, Саша, а как ты думаешь, родители там? Или к другому? А у родителей такие удивленные лица. Откуда я знаю имена их детей? Об этом заканчивается собрание. Они бегут ко мне и все руки тянут. И я с ними приветствую, сэр, Саша, молодец. И поглажу в известную сторону. И вы знаете, вот как-то сломался вот этот ледок. Они стали нужны. Их стали замечать. Вот у меня вопрос к вам. Кто из вас знает имена всех ваших детей? Поднимите руки. Церковных? Нет. Хорошо. Кто из вас знает хотя бы половину имен ваших детей в церкви? Вау. Чувствуете? А я почему на это обращаю внимание, потому что когда я был маленьким таким, алмадинская община была большая. Человек 800. И вот папа выходил со мной из собрания туда в фойе или спускался вниз. Ему подходили братья, сестры. Володя, приветствуем тебя. На меня так глянут. Ну как дела? А я стою, как будто я никто и ничто. И у меня такое раздражение. В упор не видят. Я здесь никому не нужен. И вот вы знаете, спросите ваших ребят, как они чувствуют себя в Доме Божьем. Пропроведовать хорошо. На собрание быть хорошо. Но если дети не хотят на собрание идти, это плохо. Это печаль и жалко. Вот нужна эта соль, которая могла бы их так обогреть, помочь, дать им возможность почувствовать здесь ласку и тепло. Соль, соль, соль. Это должно быть в жизни. Вот интересно еще, написано о том, что удерживающий теперь. Я сейчас открою это место. Кислоникицам послание. И там написано так. Да, 7 стих, 2 послание, кислоникицам, 2 глава. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. От среды удерживающей теперь. Знаете, богословы много говорят, что это о Духе Святом, кто-то говорит о том, что это о церкви, кто-то говорит о том, что это закон. Еще одна есть сфера. Это соль христианской жизни и поместной общины. Вот вы знаете, есть сильные молитвы в церкви. И по молитве церкви даже земля колеблется. И цепи опадают. Но только нужно единодушие. И когда есть церковь, единодушие и сильная молитва, она делает чудеса. Сколько раз мы видели, когда Господь давал исцеление душам, поднимал тех, которые уже безнадежны совсем были. А воодушевляется церковь, просит милости, Господь дает. И ощущает церковь это и как соль, такая благодатная соль внутреннего упования так поднимает наш дух. Это же замечательно. А вот сейчас еще одно место прочитаю вам. Это 4 царь 2 глава 19 стих. Извините. Там описано Елисеи. 19 стих я читаю. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошее, как видит господин мой. Но вода нехорошая, земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда чего? Что молчите? Соль. Соль положите. Итак, и сказал, дайте мне новую чашу и положите туда соль. И дали ему. И вышел он к источнику воды, как говорит, да, и бросил туда соль. И сказал, так говорит Господь. Я сделал воду сию здоровую и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. Знаете, вот я не раз слышал о том, что при вашем благополучии, благословении, молитесь о благословении, о благосостоянии вашего города. Не часто это мы испытываем. Не часто. Но когда у нас внутри появляется тревога, мы это делаем. Вы знаете, сейчас, братья и сестры, есть такая печаль от того, что происшествия, которые часто связаны с верующей молодежью, она просто, ну как, вызывает непонимание, мягко говоря, у горожан. Вот я помню, в Спокине я еще жил. Рано утром звонок, и мне говорят, немедленно, если можете, приедьте на место происшествия, которое было за городом, окажите им внимание. Там они в таком трансе, родители все, там разбились сразу трое молодых людей. Вы, наверное, слышали. Я быстро сел на машину, приехал туда. Действительно, в ночное время, четверо ребят, все дети верующих родителей, но совсем не имеющие соли Нового Завета, нет этой жизни христианской. Убегали от полиции, врезались в дерево. Девушка, которая была с правой стороны от водителя, разбив лобовое стекло, перелетела дорогу и ударилась в забор на той стороне. Там с одной стороны дороги частный сектор. Все остальные трое ничего не смогли делать. Машина от удара вся спрессовалась и загорелась. Бежали люди, американцы там, кто мог быть, и ничего не могли сделать. Заживо трое ребят горели. И сгорели полностью. Весь город, ну, образно говоря, на ноги встал. А кто горел? Дети верующих родителей. Конечно, это был ужас. На том месте, не знаю, сколько дней, может быть, две недели, цветы носили, возили люди. Я проезжал специально. Родители некоторые по нескольку дней там сидели в глубокой печали. Это место, где дети их погибли. Там были похороны на кладбище. Три могилы рядом. Вот я почему это вспомнил. Вы знаете, когда это прошло, как-то печалью наполнилось сердце, потому что, когда с христианами благословение происходит, то весь город оживает, осаляется благословением Божьим. Вот это надо. Вот хорошо, когда мы и дети наши живут благочестивой христианской жизнью, когда славится Господь, когда люди с удовольствием и желанием идут туда, в Дом Божий, чтобы посмотреть, а где это Дом Божий, где вот мы соприкасаемся, такие замечательные люди находятся. Как-то мы были в Караганде, виноват. В Караганде были там, один из наших братьев работал на фабрике, они шили из меха теплые вещи, рукавицы в том числе и все остальное. И вот интересно, что произошло. Этот брат, хороший брат, никогда ничего не брал, хотя в этом цехе было такое негласное, что остатки, которые при, когда кроют, их вроде бы и выбрасывают, но их можно использовать, если собрать и сшить их, то можно что-то сделать полезное. И люди это делали, и никто на это не смотрел, дескать, это уже отходы, если там что-то кто-то пользуется, это ваше дело. И вот малышка у этого брата, руки приберет с улицы, ой, папа, так замерзли руки, прям красные, как у гуся такие, знаете, у гуся красненькие такие. И он смотрел, смотрел, и думает, я сошью. Ну это же маленькие детские рукавичечки. Ну и, стало быть, и вот обрезки брать, так поднемножечку сшил, и сшил рукавички дочке. Ну и вот положил, и идет на проходную. Ну и когда на проходную выходит, и надо же такому быть, а там народный контроль. Ну бывает иногда, так сказать, от общественности. И он зашел за ним, еще кто-то зашел. А там стоят, и, значит, представители от завода, и начальник цеха. И когда он глянул, он все понял, сейчас будут проверять. Там уже люди проверяют каждого. И когда понял, понял, что сейчас достанет оттуда. И сколько он здесь работал, и сколько он здесь говорил, одним разом все это будет. Перечеркнуто. И как взмолился внутренне, Господи, вот один раз это, и зачем я это делал? Если можно, помилуй меня. Никогда больше. Ничего. Ну и подходит, а очередь-то идет, никуда не денешься. Если повернешься, и тем более остановят. Спасибо. Ну и когда подходит, а начальник цеха и говорит. Товарищ, а ему не проверяйте. Это баптист наш. Это наша соль. Он никогда ничего не берет. Ну что стоишь? Давай, 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 не мешай. Пропустили. Он вышел. Другой подходил. Он домой пришел. Достал его в печку. Раз. Вздохнул и говорит, Господи, спасибо тебе. Больше никогда. Ну а теперь я вопрос вам задам. А у всех руки чистые? Что на меня смотрите? Я на вас смотрю. У всех руки чистые? Если чистые, то соль получается. А если руки не чистые, то загноение начинается с семьи. Не получается в семье. Ни с детьми, ни с супругами. Потому что идет внутреннее разложение. Чистоты. В нашем городе ехали сестры из тюрьмы. Это совет церквей. Я не преднажу к нему. Но когда сообщили, что эти сестры туда возвращаются домой, и остановку ходили в Новосибирске, я пошел, потому что интересно было увидеть. Мне кажется, что они работали на какой-то точке печатной. Их взяли, срок дали. И вот, когда я туда приехал, я смотрел их и слушал. Они очень молодые были, когда их посадили. Много сидели. И вот они рассказывали, где они были, в какой среде. Я их слушал, и я удивлялся. Вы знаете, вот такое лицо, ну, чистое лицо, не поврежденное, не испорченное ничем. такое, ну, конечно, они очень худые были, но такое лицо, приятное было. А главное, речь. Вы знаете, вот такая речь, ну, как будто никогда они среди, в тюрьме не находились несколько лет. Ну, чистенькая речь. Вот скажите мне, у кого из вас чистая речь, и никогда ни от того слова не было плохого? Ну-ка, поднимите руку, чтобы я посмотрел. Вы знаете, что у нас сейчас происходит? Такое засорение ужасное. И это заметно везде, и в лагере. Но в лагере, потому что оно дома. Я не хочу сказать, что это плохое там, они не ругательные, нет. Но они пустые, и они нехорошие. Вы знаете, мы постепенно отравляем наше отношение в семье и в церкви, когда мы позволяем раз что-то там бросить, какую-то фразу. Помните, как написано о речи у Якова, по-моему, сейчас я напишу, сейчас прочитаю это место, я даже заложил, смотрите. Шестой стих. Слово ваше да будет, ну-ка, помогите. Да. Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот давайте попробуем с сегодняшнего дня, ну, если вы пожелаете, очистить речь. Потому что речь и слово обладают силой, когда она чистая, без всякой примеси. И тогда Господь нашу речь очистит, она будет, как хорошая, добрая соль, производит только добрая и благословенная. Спасибо, да, хорошо. Я заканчиваю уже я прочитаю последнее место, молитва будет у нас. Иакова, 3 глава, стих с 8 до 13, давайте. А язык укротить из людей никто не может. Это правда. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеком, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Не должно. И дальше читаем. Течет ли из одного источника отверстие сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница, приносить маслин или виноградная лоза смоквы. Так один источник не может изливать соленую сладкую воду. Модр ли кто и разумен из вас? Так ажи это добрым поведением в самом деле. Ну вот, наша сегодня проповедь о том с самого начала. Брат говорил о молитве. Вы думаете, так легко речи очистить? Без молитвы не удастся. Вы думаете, так легко навести порядок в собственной семье? Без молитвы не удастся. Вы думаете, так легко повлиять на детей? Без молитвы не удастся. И вот сегодня Господь нас повел. Первое и второе. Оцените силу молитвы и так, чтобы в молитве у нас была настоящая соль Нового Завета. Меняться надо, чтобы был плод. И там будет хорошо, где есть соль Нового Завета в семье ли, в церкви ли. У нас вообще немного времени остается. Вы чувствуете, как движение вообще в мире идет, как быстро, мощно развивается и как оно идет к своему завершению. Какая паника иногда у людей возникает. Самое время, чтобы хорошая, чистая струя христианской жизни и благовестия принесла радость людям и возможность настоящего избавления, изменения жизни. Бог да благословит нас. Мы с вами в общем-то не свободны. Мы с вами носители Нового Завета и соли Нового Завета. Не будем праздновремя проводить. У нас немножко его осталось. И благословение, которое в этом есть. Кто принял соль Нового Завета, в того радостная жизнь, совсем другая жизнь. Меня вот брат за столом спросил в столовой, когда мы обедали. Говорит, ну брат, может быть, хоть иногда у тебя было сожаление, что ты в служении как-то вот первичный человек. Я ему откровенно сказал ни разу, ни на минуту у меня сожаления не было. Ни на минуту. Жизнь пролетела просто. Вот 42 года у нас с супругой совместной жизни. Мне 61 год. 27 внуков. Мигом пролетело. И на сегодня хотя годы идут, а у меня внутри такие хорошие желания. Думаю, еще что-то успеть сделать. Это же замечательно. Пусть Бог нас благословит. У нас сейчас будет молитва. Мы вообще такие боимся друг друга. И так молиться боимся, попросить помощи боимся. Может кто-нибудь сегодня не боится, скажет, братья и сестры, помолитесь обо мне. Я хочу, чтобы в моей жизни было иначе. По-настоящему, по-христиански. Кто-то хочет так, чтобы по-настоящему, по-христиански было. Боитесь руку поднять, да? А? Все хотим, но руку поднимать не будут. Если мы этого хотим, давайте об этом помолимся. Этого Господь хочет. Он по-отцовски ждет этого. Он хочет, чтобы мы радовались в нем и были плодовиты. Аминь. Давайте помолимся. За то, что ты как добрый пастырь приготовляешь пищу духовную на каждый день. А сегодня особенно в день воскресный. Господи, сколько церквей. И везде, Господи, по-отцовски ты приготовил необходимое и нужное. Вот сегодня звучало слово. Мы читали Библию. Живое слово, могущественное и действующее. Благослови всех нас, чтобы, полюбив тебя всем сердцем, мы исполнялись Духа Святого. Чтобы жизнь наша была благочестива и чиста, чтобы соль завета была видна, чтобы она производила действие, к чему предназначена. Благодарим тебя за общение со святыми твоими, за твое присутствие, милость свыше. Благослови нас, семьи наши. Слава тебе за все, Бог наш, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. 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 Живущий под покровом Всевышнего, и в тени всемогущего плачевает, дарит Богу. Спас Water Ты моя надежда и защита Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девять благодарностей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Благодарим Господа за то, что хранил нашу доченьку Дианочку уже 8 лет Семья Третниковых Семья Ильинич сердечно благодарит за благополучное рождение сына Поздравляем и радуемся тоже вместе с ними Слава Богу Благодарность за молитву и благополучное возвращение Марины Шиняпиной с России Поздравляем своих дочерей с днем рождения Марину и Инессу Ткебучава 16 и 18 августа Родители и семья Мы тоже присоединяемся к поздравлению Слава Богу Дорогая Церковь Благодарим Бога за время, которое наша мама и бабушка была с нами Просим благословения на ее перелет домой на Украину Семья Остапенко Семья Юниковых благодарит Бога за рождение дочери Анечки Слава Богу Еще одно рождение И прошу Церковь помолиться за наших детей И между ними нет мира и доброты Ошибся, четыре просьбы Если все вместе собрать Четыре просьбы и девять благодарностей Братья и сестры Это обращение к Церкви, чтобы мы вместе с вами могли помолиться Богу Чтобы Господь услышал эти нужды и благодарности Давайте помолимся Отец наш Небесный, сердечно, горячо благодарим Тебя, Господи Ты действительно велик, милосерд, справедлив Ты много благословений нам даешь И очень благодарим Тебя, Господи, за это хорошее служение Ты каждому сердцу сказал сегодня много Благослови нас не быть забывчивыми, но помнить и исполнять Твое Слово в жизни Благослови нас, Господи, чтобы мы могли больше времени проводить в молитве И мы просим, чтобы Ты научил нас молиться так, как когда-то Ты научил учеников Своих И благослови нас, Господь, чтобы мы могли быть действительно солью в этом мире Пошли нам милость Твою Благослови, чтобы эта соль не потеряла свои силы Чтобы Ты, когда придешь за Церковью, чтобы Ты нашел веру на земле И чтобы Ты нашел нас достойных и готовых к встрече с Тобою Благодарим Тебя, Господи, за все благословения, которые Ты даешь Благодарим Тебя за услышанные молитвы Благодарим Тебя за все благословения, которые Ты благословляешь, детей Твоих И за все благодарственные записки Благодарим Тебя, Господи Это Твоя милость Ты любишь, слышишь наши молитвы, благословляешь, ведешь и хранишь Слава Тебе Мы, Господи, просим, чтобы Ты каждую из этих нужд благословил Тех, кто находится в путях Кто будет, Господи, находиться вот в пути, будут перелеты, дороги, благослови, сохрани, пошли свою милость и свое благословение. Господи, тот, кто нуждается в исцелении, благослови. Мы просим Тебя за Бронислава Хериковича, Господи, пошли ему физическое восстановление, пошли свою милость, благослови, чтобы он мог быть еще с нами, если угодно воле Твоей. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты всех нас благословил, все, кто находится в отпусках или в поездках, благослови Константина Леонидовича, когда он будет возвращаться со своей поездки сегодня, храни в пути, Господи, благослови всю нашу церковь, благослови нашу молодежь, наших детей, благослови, помоги, чтобы мы все своими семьями могли служить Тебе, быть Тебе послушными, Господи. Храни нас сегодня, сейчас, когда мы поедем к домам нашим, будь с нами и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь в Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга.